Доброе утро, друзья, от большой нашей семьи, ну и от Аленки тоже. Доброе утро, булочка, ну и люди тоже. Смотрите, бедная булка, как же ее достала в наше путешествие. Как же ее достала Алиса. Алиса решила, что ей подарили маленькой пони. Должна отдать должное, булка, конечно, молодец. Она терпеливая, она дала себя помучать, потаскать. Ни разу не оскалилась, ни вид какой-то не тот сделала, молодец. Так, тем временем Артем собирает коляску Алисе, игрушечную. Вчера не дошло дело до коляски. Алиса, сядь. Я сейчас посажу их. А Саша нянчится, говорит, соскучился по маленьким деткам. Я не говорил по поводу. Видите, кормит. Да, как мило. Она меня сама за пальчик отвела к кухне и говорит, ну-ка. Приготовь мне кушать. Мужчина, в чем дело? Она говорит, я по видео видела, как ты готовишь кашу. И все ахают, токают, а ну давай повтори. Но не тут-то было. У нее овсянка. Алиса, вкусная кашка? Вкусная кашка. Вкусно? Давай еще раз. Молодец. Вот ты молодец. У нас Мила настолько не кушает, сколько ты. У нас Костик столько не кушает. Она на ее фигуру никак, смотри, не влияет. Нормально, молодец. Она как мы и в детстве. Могли жрать сколько хотели и вообще как утки, да? А теперь не работает это почему-то. Сломалась система. У меня после второго ребенка система сломалась. Да, у меня после Миланки, наверное. Я знаешь, я все-таки думаю, что это, наверное, не с детьми связано, с возрастом. Ну вот чем-то так? С возрастом... С возрастом детей. Да. Все правильно. А я помыла волосы, ну потому что вчера уже был не свежачок. Ну я, конечно, не парикмахер и не могу уложить такую красоту, как было. Но в целом вроде как неплохо. Все мне нравится. Ну конечно, вчера уже были не у него. Значит, тебе нужно каждый день голову умыть. Ну теперь, значит, нужно так, да. Все, распрощались мы уже. Идем в машину, загружаемся. Сегодня у нас тут планы еще по Риге прокатиться. Сейчас намеренно у Алены не завтракали, потому что хотим в Лидо заехать и хотим, чтобы мы были голодные в Лидо. Вот, так что первым делом, куда мы едем, это мы едем в Лидо посетить. Я думала, что поедем в ближайшее здесь, которое не сильно большое. Но Саша и дети... А, подожди, я в книжный магазин потом поедем? Сразу? А, сначала в книжный Тимур хотел. По пути как бы. Ну, в общем, какие-то такие у нас маршруты примерно сегодня получаются. Все-таки мы заезжали в книжный, купила и я себе пару книг. И я себе. Те себе, и ты себе, и ты себе. И мы себе купили пару книг. Короче, конечно, они дороже обошлись, чем если бы я заказывала на Валберес когда-то в свое время. Но сейчас нет такой возможности. Но дешевле, нежели их купить в Германии. Вот на этой же книжке, слушай, разница в стране может быть раз в пять. Вот, но я люблю шуршать страницами, я говорила электро... электро... электрокниги. Электронные книги, я как-то не сильно признаю, если честно. Мне нравится запах книг, шелест страниц. Да. Для меня важны тактильные ощущения, правильно это говорится? Я даже, когда себе одежду выбираю, я очень часто на ощупь определяю, нравится, не нравится, хочу, не хочу. То есть для меня важно, какая она на ощупь одежда. Сейчас едем в Лидо. Завтра. Получилось небольшой круг сделать случайно. Да большой, че уж там. Большой. Сейчас едем по улице Красто. Так ведь? Да. Да. По улице Красто. Там речка справа. Там справа речка. Красто это берег. Красто это берег. Самое интересное, что я когда жила в Египлосе, в другом городе, да, когда была маленькая, я тоже жила на улице Красто. Тоже вдоль берега. Вот по этой улице я ездил на фурах с молодым пацаном, а Таня беременная сидела в Лидо, работала. Я говорю, так, звоню по телефону, еще кнопочному проснул. Я говорю, смотри, сейчас поеду мимо твоего Лидо. Она говорит, я тебя вижу. И я нахуй здесь. Да, вот так вот. Интересно. Ну что, Лидо, Таня не хотела большого ехать, она в прошлый раз разочаровалась. Почему-то, да, разочаровалась. Вот мы были на днях с Димой и Соленой в маленьком домине. Пыльюбе. И как-то вроде как хорошо, уютно. Но в прошлый раз мне настолько... Плавный поворот налево. Смотрите, какая пыль в городе, вы видите? Ну, кстати, одно из наблюдений, да, что пыльно. Это очень чувствуется, что пыльно. Я помню, когда мы жили в Германии, в Германии, в Латвии, и Саши на пароме были в Стокгольме, помнишь? На день. Прогулка была у нас по Стокгольму день, мы потом вернулись на паром. Ну, я придурок, все равно сейчас ехал. Напылил. И уехал. И уехал. Плавный поворот налево. После этого поверните налево. Женщина перебивает меня. Первое впечатление, что мне запомнилось в Стокгольме, ну, одно из самых ярких, это то, что мы прогуляли с Сашей пять часов, или сколько-то там, примерно по городу, и у меня осталась чистая обувь. То есть, живя в Риге, да даже в Латвии, наверное, в целом, это практически нереально. Когда ты живешь в Германии, ты привыкаешь к тому, что это нормально. И вот, когда мы были в Украине, помнишь, я тоже сказала, или мы вместе заметили, что постоянно пачкается обувь, просто это очень сразу видно. Ну, это климатические какие-то моменты. Да. И тут тоже у меня тапки летели, что да, извини, типа, перед твоим приездом шампунем улицы не помыли. Это дело не в том, дело в том, что просто климат другой, и это сразу чувствуется. Просто, наверное, здесь менее влажно. Хочется сказать об этом моменте, что вы пишете, что мы, когда говорим какие-то минусы о каких-то странах, что вы начинаете вот так узколобо, некоторые, узколобо мыслить, что мы, живя в одной стране, засираем другую, но живем в этой. Да, или приехали, засрали вот эту, в которую вы приехали, а живете там. Вы поймите простую вещь. Мы рассказываем наши впечатления о любой стране. Мы говорили минусы и о Германии, и о других странах, где мы были, и о нашей стране, где мы выросли. И плюсы говорили этих стран, понимаете? Мы анализируем и рассказываем вам плюсы и минусы разных стран с нашей точки зрения. Как можно так узколобо мыслить, что мы приехали засрать какую-то страну? Или мы засираем страну, в которой мы живем? Или мы восхваляем страну, в которой мы живем? Это вообще, откуда вы такие беретесь некоторые? И так же смешно читаешь комментарии. Мы когда заехали в Латвию, наверное, к этому моменту относилась комментария, когда асфальт закончился. Но вы же видели, это было вот очевидно. Это не то, что мы там взяли и где-то там что-то наговорили. Да, убрали асфальт специально. И еще какие-то моменты. И кто-то написал, что противно смотреть, как мы засираем страну, в которой мы выросли. Ну то есть, ну окей. Проглотили, прошли дальше. Следующее видео выходит, мы нахваливали мороженое латвийское, какие-то продукты такие, что они вот здесь вот вкусные, вкуснее. И кто-то написал, фу, какой ужас, значит, латыши сидят свою страну, нахваливают, а в Германии, значит, им все плохо. Нет, нахваливаете Латвию, а живете в другой стране. Ну что, откуда вот у вас это всякие? Откуда вот это? Во-первых, почему мы латыши? Кто-то, наверное, сильно не в курсе, что мы далеко не латыши. Во-вторых, даже если латыши, латыши тоже хорошие люди. Почему вот это вот опять разделение пошло? Латыши, русские, сидите, захваливаете. Живете там. В каждой стране есть что-то хорошее, что-то плохое. Вот именно. Как и в людях. Путешествуя, мы вам это показываем и рассказываем. Наши впечатления о хорошем и не очень хорошем. В разных странах. Включая ту, в которой мы живем. Естественно, только наше мнение. Кому-то этот минус может показаться плюсом. Вот мы приехали в Лидо. Просто люди, мыслите шире. Просто шире. Не надо быть такими узколобами, блин. Просто я поражаюсь иногда просто. Мне удивительно, откуда у вас вот это вот отсутствие какого-то широкого мышления вообще и понятия. Очень узко, друзья. Очень. Все, мы в Лидо. Пойдем посмотрим. Надеюсь, все не стало еще хуже, чем в прошлый раз. Опять засирать приехал. Ну, в прошлой стране сказала, что ей не понравилось. Может быть, из-за пандемии тоже там было. И ассортимент сократили. И как-то все не очень, если честно, было. Он там наем ее взял, картошку в линии. Ну, зато все. Так, это Саша взял себе. Это Милана себе взяла. И Милана себе еще взяла вот это. Это понятно, мы будем активно помогать. По-любому надоедать. А сметанку не надо было? Нет. Это взяла я. Пец, да? Так, все, будем кушать. Мы как-то маленький себе стол выбрали, а большие столы в другом конце. Здесь светлее, конечно. И нам лень туда идти уже. Поэтому Милана туда пошла отдельно кушать. За все Саша заплатил 57, по-моему, да, евро? 57,70. Ну, я считаю, что для завтрака это, конечно, пипец. Извините меня. Тут мой завтрак, обед и ужин. Ну, реально. Мои макароны, мой напиток. А, это еще не все у Миланы. Да, у Миланы еще макароны, напиток и сок. У нас, если честно, пищу. Итак, мы сейчас после Лидо вернулись туда, где были вчера, в Акрополе. Так, у меня не ставится? Акрополес, я говорю. Они говорят, Акрополе, Рига. В общем, я себе там хотела в Дании, по-моему, магазине, обувном, обувь посмотреть. Я вчера мимо Лё там кое-что видела, ну, не мерила, ничего. Так, он был примерно где-то здесь, где Томми Хельфингер, наверное. А мы другие не пойдем в магазины? Милана хотела шопинг, у нее деньги еще не все закончили. Я хотела моторки. Так что, у меня тоже еще не все деньги пошли. И нашел объем. Идем нашел объем. Идем нашел. Мы уже опять в машине. Ай, чудо-блогер. Мы встречались, мы встречались. Мы встречались с Жанной, с подружкой, общались, сидели в кафе. Знаете, когда встречаешься с близким человеком, тыкать камерой там тоже не хочется. Лицо. И общаешься, наверное, слабонее. Приятно все у нас, как бы. Милана походила по магазину, купила себе сумочку, купила себе колечки. Покажи сумочку. Муж там себе что-то купил. Артем ничего не купил? Там еще мои старые синие сумочки. Артем все потратил вчера? Нет, мне еще и 70 лет. А эта черепашка-то отдельно попала? Представляете. Да. Зачем она себе? А вообще, Милана вот такую сумочку купила. Я буду тебя брать, поносить. Можно будет? И кошелек там теперь, да? Кошелек там теперь. А я себе купила обувь. Вот единственное, что я себе успела купить, это обувь. Вот такой. Потом на ноге покажу. Кожа некой. Супер удобная. Вроде кажутся такие громоздкие, но они легкие и хорошие. Подожди, потому что вот такая прям мягенькая, хочешь как по облачку. Реально классно. Слушай, ты колечки считают. Так. Имем даже цену скушу. Стоили 69,99 скидка 10 евро. На ноге хорошо смотрятся. Вот уже 39 размер, но они не смотрятся такие, прям лыжи-лыжи. Можно я мусор тебе в группу закину? Нет? Нет, может в стаканчик мой. Вот в этот вот. Все. Хорошо. А потом опять будешь говорить, выброси свой мусор? Это колечки, да, Мила? Они тянуты, да. Смотри, тут ловы есть, видишь? Ловы. Вот так, вот сюда. Я не так пальцы пережимаю. Правильно, точнее, на твои пальцы. Вот. Лове. На, только не разбросай. Следующая наша цель. Центральный рынок. У нас есть час. На что? А, на стоянку? Я оплатил стоянку начался. Я думаю, нам так много не нужно. Проблема в том, что я настолько плотно поела. Да, в принципе, мы все. Мне теперь на рынке особо ничего и не хочется. А до этого у меня было в планах, что мы купим и того, и сего. И так все вкусно, и так все хочется. Я тебе скажу, это плюс, наверное. Наберешь лишнего тоже. Оно потом испортит, не до бога. Ну, миногу бы я взял, наверное. Да, но не так много. Просто вечером поесть, да? Одну коробочку небольшую, наверное. Хоть хоть. Хоть хоть. Телетусовались вчера всю ночь. Пойдем. Пойдем. Ой, уже здесь запах очень подозрительный. Тише. О, как пахнет ужасно. Ужасно? Да. Рыбой же пахнет, как ужасно. А, кстати, сейчас может не сезон, правда. Улочка из рыбы. Кустая, наверное. Корзинка лососиная. О, какой все аппетит, да. Есть много? Есть много, да. Микра. Килограмм 55 евро. 64 евро. Какую баночку можно взять просто, наверное? Вот такую вот, да, на вечерок. Или две. 20 евро баночка, да? А, у меня уже шпроты. А, шпроты ты хочешь? Я думаю, что тоже Милана хочет шпроты. Хорошо. Шпроты и еще шпроты. Ой, шпроты. Русские шпроты. Шпроты и еще что-то нам хочется. А это колбаски? Будем брать сейчас сразу? Из рыбы, да? Да. Да, возьмем вот такую. Миноги? Одну побыльчику. Полкило? По 20? По 20, да. Да, пожалуйста. Шикарный нож. А больших пинетов, да? Нет, сегодня только такие маленькие. Шпроты будешь брать в банку, да? Такая мночка шпроты. А чем они отличаются? Формой только? Весом. Весом. Там вес больше. Побольше вам? Да нет, нормально. И большую ты больше. Да, и большую больше. Мне все равно, какую. Берите, вот такую. Такую ты будешь, не показывай, главное. Ты же хотела. Какую, любую. Не знаю, что. Поберем, да. Больше. Да? Чем интересует этот, почему. Побольше ты хотела или поменьше? Побольше, да? Чтобы не было. Ладно, мне больше не будет. Хорошо. Что, еще мы берем? Продай. Или пройдемся, посмотрим? Чтобы сразу все. Вот это очень аппетитная карта будет. Да. Надо будет взять, наверное, не а, Саша? Нет. О, а тут с икрой, Саша. Сейчас. Брексис. Это рыба? Ну, тут, да. С икрой. Может, икрой, где нам можно купить копченую? Кальмары 5,50. Свет держится. Лосось 9,90. Килограмм, да? Да, с головой. А это что? Волк? Волчая рыба. Волк жив. 6 евро. Щупальцы кальмара 6. А у нас сколько стоит? Не помнишь в Оландии? Не помню. О, это икра можно купить, Саш, и пожарить. 5,90. Слышишь, вот сырая икра есть. Да. Что такое сырая икра? Типа ее пожарить можно. А ты так и сделаешь, Костя. Давай пройдемся, мы же должны копченую. Евро 40. А что это за рыба? Клаудис. Как по Руси? Это под лещи. Под лещ? Лещ, то что? Это дешевый лещ. Вимба. Я не знаю русские названия вообще рыбы. Карп 6,90. Живая, смотри, дышит. Какая страшная. Готовая на вкус не едет? Веселее. 16-90 килограмм. Прикол, смотри. Я первый раз, если честно, вот так вот вижу. Вот, огромный карп. 10-50 килограмм за килограмм. Да, я не знаю. Мне их жаль, а? Ой, что-то мне их жалко стало. Это живая Минога. Ну, это типа как сувенир, знаешь, как-то собирается. Ну, шо-то все равно. Вот коробочка. 8-20. Четыре разных вида. Ой, три. А их всего три бывает. Вот этот вот с черной смородиной, вишневый и классический. Вот классический оригинальный. 5-70 стоит 0,2. 0,35 стоит 7,80. 0,5, 10,90. Да. А больших емкостей я здесь не вижу. А вон еще какой-то шоколадный ментоловый. Ну, мне кажется, это уже извращение на самом деле. Самый лучший-то вот оригинальный. Классика. Мы уже вышли с павильона, гуляем по улице. Тут овощи, фрукты. Все уже, конечно, закрывается. Уже 5 часов. Все спокойно. Там рынок уже, да, закрыт. Ну, поспочите показать? Глубника, кстати, у нас греческая везде продается. А что-то показывает, уже все закрыто. Просто вот эта ассоциация с вот этим 90-ми нашими. На картонке переодеваться, знаешь, что-то... Вот это как-то. Дела. Да. Булка, ты не успел оттискать? Гуру придавит. Ты что, куда ты лезешь? Булочка. Вот любопытная женщина. Ну, слушай, все закрыто. Тут уже нет смысла идти в эту сторону. Папа, загрызи здесь. Я говорю, что спокойно, приятно, что у него никто тебе не орет. Что-ли, привык, что ли? Тимур говорит, рынки очень спокойные. Он говорит, иду, и никто не кричит. Бери меня, у меня дешевле. Покупай живо. А там, нет, у меня дешевле. У меня 2 евро с чем-то за килограмм. Что за тихий рынок такой, да? Не, по сути, прикольно. Там спокойно. Думаю, к ним еще и нормально посмотреть на товар. Но как-то ей не хватает этого немножко. Да, все время. Ну, может быть, они к вечеру уже устали. Может, днем так было. Вон там цветочки продают. Вон там цветочки продают. Ладно, погнали по тиху. Покупай. Наша Милда. Статуя свободы. Маши латвийские. На разворот. Что-то везде пробки непонятные из-за ремонта, наверное. Будем искать езжной путь. Краская экскурсия по местам, где не успели обойти пешком. Ой, Артем, тебя здесь крестили. И здесь, в этой церкви, у Тани воды отошли. Да. Мы приехали в эту церковь покупать иконки мне в машину, в BMW. И у мамы, у Тани, отошли воды. Прям в церкви. Прям в церкви. И мы поехали быстро домой. По-моему, да? Ну, мы перешли дорогу, сели на троллейбус. Да, поехали домой, потом сели в машину. Я повез тебя в больницу. Да. Спокойненько так, без стресса. Нет, мы вызвали скорую, по-моему, все-таки. Разве? Я не помню. Потому что вода отошли, да, мы все-таки доехали до дома, но дома уже вызвали скорую, мне кажется. А, я еще отправила тебя с собакой погулять, помнишь? Да. Таких нюансов не помню. И потом мы все-таки решили вызвать скорую. Ну и у нас эта церковь ассоциируется как-то с Артемом, да. И мы решили Артема там подвезти. Потому что это символично, как бы знак, знаете, какой-то, да. Все, мы уже едем в сторону Плявенес. Заехали в Риме, потому что я же за все время пребывания ни разу еще не ела муравейники свои любимые. А нам попадались только с начинкой. А с начинкой я не люблю. Вот эти классические. Взяли две пачечки. Доски у меня порвались. Причем две пары, которые я с собой взяла, порвались. Не знаю, как я так умудрилась. И хотим копченого мяса. Мы присматриваемся вот на то. Мы в прошлый раз в дорогу себе такое вкусное мясо взяли. Просто фантастика. А вот сейчас на днях брали в магазин, и не очень такое попалось нам. Будет-то, да, красиво выглядеть. Ты видишь, у нас дымком вот это тоже, Саша, смотри, кусочек. Вот, смотри, какой Саш. Саша, перестань читать комментарии. Смотри, какое мяско красивое. Не красивое. Вот это вот, в дымку, которое за 9,99. Ну, внутри непонятно. Ну, вот оно тоже вполне может быть ничего. Даже может быть интереснее, чем вот это. Ну, никто не подходит. Потому что ждем, ждем. Так, почем же у нас муравейники? Вот шесть штук, видите, в упаковочке. 4,69. Да, вот я мечтала о кровяной колбасе. И нету ни в лидо не было в этот раз. Ни в каких магазинах не попадалось. И в этом большом, вроде бы, гипермаркет Риме нашла вот только такую. Но я думаю, что она должна быть очень вкусная. У нас дома воды надо пить, ее она купить нету. Давай, показываю же вам. Я не примеряла. Мы уже доехали. Моя обувочка новая. Ну, так, может, не сильно понятно. Но, в общем, смотрится хорошо. Мам, я возьму муравейник. Муравейник возьми, да. Смотришь, муравейник вылез, я тебя не укусила. Кстати, я уже собрался вещи в кучку. Пока в сумку не положила, потому что завтра еще успею. Завтра еще последний день мы здесь прибываем. И потом ночью планируем выезжать. Что у нас тут вечером? Просто гастрономический рай какой-то. Много еще есть, но, может, до нее не дойдет муравейник. И смотрите, какую рыбу мою шикарную взяли. Я показывала, нет? Что мы ее купили в конце концерта? Не помню. Ту, что без икры, но она более аппетитная, такая жирная. Подороже. Вкусная. Это карп. А Артем сказал, она вкусная, но не вал. Ничего не понимает он в этом. Потому что они не выросли на такой рыбе. Фантастика, она и свежайшая. Сейчас на чекулю посмотрите. Просоренная. Просто бомба. Все, друзья, мы обжираемся и с вами уже прощаемся. Идем спать. Скоро идем спать. Да, всех обнимаем, друзья. Всем пока. Пока.